Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на канале ОМЗАП, и с вами я, Роман. К нам сегодня обратился владелец Актион Спорт с двигателем D20DT с жалобой на то, что стучит двигатель. Есть один маленький нюанс, это все последствия неквалифицированного ремонта, о котором мы вам немножко сейчас расскажем. Данный автомобиль к нам приехал из совершенно другого сервиса, с непредсказуемыми последствиями после ремонта. Как видите, все разобрано, все поотключали, поэтому давайте доверимся нам, и я вам расскажу, что с ним произошло. Попытались здесь, рука жопая мастера, поменять форсунку. При откручивании форсунки сломали болт, попытались его высверлить, кое-как высверлили, поставили эту форсунку, завели двигатель. Кое-как отдали владельцу, он на нем проехал 50 километров, а потом случился большой бум, и больше его не заводили. Ну и мы, конечно, заводить его не будем, потому что здесь все вот в таком виде разбросано, и договорились о том, что заменим двигатель. Хотя на самом деле эти двигатели у Сан-Йонга достаточно надежные, и больших проблем с ними никогда не возникало. Единственное, только нужно было следить за состоянием топливной системы, чтобы не доводить форсунки до того, как они начинают течь, и в результате этого появляется гидроудар в двигателе. Давайте присядем в салон, посмотрим. Так, пробег у нас 165 тысяч, 32 километра, но владелец сказал, что он не первый хозяин этой машины, и, соответственно, возможно, спидометр подскрутили. Ну и судя по состоянию салона, здесь далеко за 165 тысяч. Хотя машина достаточно надежная, и владелец ей очень сильно доволен. Вот, и продавать не собирается, а решил восстанавливать двигатель. Ну, вернее, заменить двигатель, а не восстанавливать. Ну и, соответственно, прикинув стоимость нового мотора, и финансовые затраты по установке, по заказу, по временные затраты на установку нового двигателя. Ну, вот, владелец решил остановиться все-таки на восстановленном, на замене восстановленного двигателя, что, естественно, и по деньгам дешевле. Соответственно, мы это сейчас и будем делать. Заменим двигатель, и вам покажем, как все это происходит. Итак, извлекли двигатель, наш любимый D20DT из автомобиля Актион Спорт. Вот, давайте посмотрим его снаружи. У него пробег порядка 170 тысяч, как я уже сказал ранее. Ну и внешне, да, сказывается все-таки пробег на автомобиле. И тут, похоже, не 170, а чуть побольше. Видимо, скрутили. Ну и, соответственно, внешне особо понятно, что тут окисление на алюминии присутствует. Но такой глобального крепинала снаружи мы не видим, потому что все самое страшное у него находится внутри. Об этом нам рассказал сам владелец, и когда ему пытались отремонтировать этот двигатель и испортили голову. Так, сейчас попытаюсь с этой стороны показать. Опа! Но мы не будем с вами его разбирать. А сейчас достанем контрактный двигатель и будем устанавливать. Кстати, у нас есть большой выбор моторов на корейские автомобили, и не только. Но об этом чуть-чуть попозже. Ну, кстати, по роликам относительно помпа. Вроде ничего. Нет, помпа вот она. Это паразитный ролик. Нет, без шума, без свиста все-таки вращается все. Муфта обгонная даже, по-моему, жива на генераторе. Ну, на это и не жаловались. Жаловались на стук, который исходил из головы. Но какие-то умельцы умудрились запороть голову. В результате чего пришлось заменить двигатель, потому что нерентабельно восстанавливать моторы на таком пробеге с такими повреждениями. Проще уже, наверное, поставить контрактный двигатель, что цена сопоставима. Но более подробно мы об этом расскажем чуть позже, потому что у нас есть большой выбор двигателей на корейские автомобили, не только. Но это чуть позже. Итак, друзья, слили масло со старого двигателя. Пальцометром проверяем качество масла. Ну, оно черное, но вроде так не видно, чтобы была стружка в масле. Видно, что старое масло давно не менялось, по всей видимости. А вот наш главный красавец. Это контрактный двигатель, который подготовлен к установке в этот автомобиль. На него будет установлен старый компрессор кондиционера, потому что он другой, не тот, который стоял изначально на этом контрактном двигателе. Также будет... Генератор мы оставили с контрактного двигателя, потому что он хороший и лучше, чем тот, который стоял у клиента на двигателе. Вот двигатель отмыт, подготовлен к боевому применению. Он в таком прекрасном виде будет туда установлен. А это вот то, что сняли с контрактного двигателя. Ну, по всей видимости, его когда грузили в контейнер, отрезали, побросали. Ну, нехорошо, поэтому... Это мы ставить не будем. Двигатель должен быть как новый. Вот в таком прекрасном состоянии. Ну, а вы, если что, обращайтесь. У нас есть большой выбор двигателей контрактных. Причем на... По взаимной договоренности, если хотите, мы можем поставить контрактный двигатель. Вот как этот. Либо поставить восстановленный, ребилд, так сказать. Что в себя включает ребилд? Это мы контрактный двигатель разбираем, дефектуем, меняем необходимые к замене детали на новые. Соответственно, вам предоставляем полный видеоотчет по тому, как был установлен этот двигатель. Ну, и здесь, соответственно, все зависит от цены. Если подешевле, то контрактный. Если подороже, то ребилд установленный. Пишите свои комментарии. Если что, ставьте лайки. Так, заменили двигатель. Давайте к самим присядем и попробуем его завести. Ну, шепчет. К сожалению, первый двигатель не смогли показать, как он заводится, потому что умельцы до этого в другом сервисе его разобрали и поломали. Но, тем не менее, вот новый двигатель работает ровненько, без каких-то посторонних ступов и глюков. Ну вот, друзья мои, мы и закончили ремонт этого Актиона, установили на него контрактный двигатель. Ну, а вы, соответственно, не забывайте писать комментарии, ставьте лайки. А у нас в наличии большой выбор корейских двигателей практически на все корейские автомобили. Напоминаю вам, что вы смотрели канал МЗАП. С вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин